За 9 месяцев пребывания в ПОП-ММА Саид Магомед Абдулгазиев отправил в царство Аида четверых соперников к ряду, а также завоевал чемпионский пояс полутяжелого дивизиона промоушена Хардкор. Саид Магомед Борс Абдулгазиев! И поэтому настало время рассказать про жизненный путь одного из самых опасных чеченских бойцов и узнать, кем же он является на самом деле. Ну а с вами Ударник, всем приятного просмотра, погнали! Мощный, напористый, надежный, нацеленный на результат. Ставр. Инструмент победителей Абдулгазиев Саид Магомед Лимаевич родился 15 января 1998 года в городе Урус-Мартан, что находится в Чеченской республике. С детства Саид отличался от сверстников весьма крепким телосложением и высоким ростом. Ввиду этого в 2008 году отец отдал его в секцию бокса. Боксом Абдулгазиев занимался вместе с братом до 2009 года, а затем перешел в боевое самбо, где успешно выступал на соревнованиях и дослужился до звания мастер спорта. Однако, несмотря на достижения столь больших высот, Саид понимал, что стоять на месте нельзя и нужно двигаться к еще более значимым целям. А в то время как раз таки набирали популярность смешанное единоборство. И поэтому в 2011 году Саид Магомед Абдулгазиев решил приступить к тренировкам по ММА. Несмотря на все трудности тренировочного процесса, у Борз была отличная поддержка в виде его отца, который с самого начала верил в сына и говорил, что он в любом случае станет чемпионом. Абдулгазиев шел к своей цели – выйти на профессиональный ринг, однако в любителях его путь оказался крайне тяжелым и не ограничился одними победами. Но все же в 2018 году Саиду удалось попасть в профессиональный ММА и выйти на бой с крайне опытным соперником – дагестанским бойцом Магомедом Магомедовым, который ранее в боевом самбо побеждал таких именитых спортсменов, как Александр Шлеменко и Анатолий Токов. Поединок с Магомедовым выдался крайне тяжелым для Саида, и он потерпел поражение удушающим приемом в третьем раунде. Однако уже в следующем бою на промоушене Дагестан Fighting Selection Абдулгазиев сумел реабилитироваться и одержал досрочную победу в первом раунде над Саидом Устархановым. Дальнейшая карьера Борза была похожа на качели. Саид то одерживал громкие победы, то наоборот терпел неожиданные поражения, являясь фаворитом. Ну а в своем последнем профессиональном бою на промоушене Open FC, который проходил в ноябре 2021 года, Абдулгазиев уступил более опытному бойцу Никите Шершавину, идущему на серии из шести побед к ряду. После столь обидного поражения Саид взял паузу от боев, но уже в мае 2022 года он решил попробовать свои силы в новой спортивной дисциплине, в кулачных боях хардкор. Абдулгазиев стал участником гран-при тяжеловесов, а его соперником оказался также бывший боец ММА Артем Кузьмин. С первых секунд поединка спортсмены устроили жестокую зарубу, и Борзу удалось отправить Кузьмина в нокдаун. Однако Артем оказался еще тем крепким орешком, он реабилитировался и тоже уронил Саида. Все понимали, что данный бой не дойдет до решения судей, однако кто упадет, было загадкой. Бойцы рубились кость в кость, и к середине второго раунда Саид все же поставил точку в данном противостоянии. Артем Кузьмин оказался в страшном нокауте, после которого его долго не могли откачать. Ну а Саид Абдулгазиев, проявив характер воина и одержав триумфальную победу, продвинулся дальше по сетке гран-при. Следующий поединок против белорусского кикбоксера Геннадия Вараксы Саид решил не затягивать, ведь секундомер не добрался даже до минутной отметки. Абдулгазиев снова продемонстрировал высочайший уровень ударной техники и доказал, что является одним из главных претендентов на титул гран-при. Однако в дальнейшем Саид был вынужден вернуться в ММА, ведь хардкор предложил ему подраться за пояс в полутяжелом весе, да еще и против бывшего соперника Магомеда Магомедова, которому он проиграл в своем первом профессиональном бою. Данный поединок был крайне принципиальным, ведь Абдулгазиеву выпал шанс поквитаться со старым врагом, да еще и стать чемпионом. Но все же было ясно, что легкой прогулки ему не видать, что как раз таки произошло. С самого начала у Борзе все пошло не по плану, ведь он пропустил встречный удар и оказался на конвасе. Магомед Магомедов забрал спину и несколько раз пытался провести удушающий прием, но Абдулгазиев все вытерпел, а затем совершил самый настоящий камбэк. Таким образом, Саид Магомед завоевал пояс полутяжелого дивизиона промоушена Хардкор ММА. На этом чеченский боец не остановился и провел второй бой против Артема Кузьмина, но уже по правилам бокса. Исход поединка остался прежним, а Саид вновь доказал, что является более мастеровитым боксером, нежели Кузьмин. Абдулгазиев жаждал завоевать как можно больше титулов и поэтому вызвал на бой Мухаммеда Калмыкова, который является чемпионом весовой категории до 84 килограммов. У тебя вообще духа, смелость не хватило нормально пообщаться, там говори давай здесь не будем, там грязи делай, помнишь? Мы с тобой по кулакам тестим в ММА. Ну че, друзья, пересмотрели конференцию, Саид, к тебе обращаюсь теперь. Мы с тобой встречались пару раз, и оба раза ты меня просил обои, просил сохранить пояс, чтобы подраться со мной. На уважении. Такие вызовы я принимаю с радостью. Мы с тобой разошлись на доброй волне, но на конференции я не знаю, что с тобой стало, но как камеру увидел, не знаю. Это называется лицемерие, друг мой. Еще пора лицемерие. Хочешь обижайся, хочешь нет, всего лишь правда. Однако никто не ожидал, что между бойцами произойдет словесная перепалка, из-за которой их конфликт перейдет на улицу. Ты ударил под кишкой, ты печень ударил мне. Ты печень, ты посмотри, сейчас почему нож достал, а? Мы дрались как мужики. Антон со мной такие слова не сказал. Повтори, вы вдвоем стояли. Не, вон, я ее видел. Ты же мужчина, скажи, как я, ты сказал. Я лично не слышал каких слов. Не, ты скажи, ты же мужчина, скажи, как я, что ты сказал. Вот видишь, вот видишь. Бойцы на улице подерем. Хоть будет 10-100 человек разговора не понимаешь. Хорошо, вот на улице подрались, бой остался, да? Кто? 1-0, да? После нескольких стыщек бойцов примирили старшие. И на данный момент организация Хардкор активно ведет переговоры о проведении их боя на голых кулаках. Ну а кроме того, хочу напомнить, что в скором времени Саид должен перейти в супертяжелый вес HF7 ML, чтобы забрать пояс у действующего чемпиона Хадиса Ибрагимова. Ну а на этом ролик подошел к концу. Я надеюсь, что он получился интересным. Напишите в комментариях, как вы относитесь к Саид Магомеду Абдулгазиеву. С вами был Ударник. Удачи и до новых встреч.